К большому сожалению, я родился в женский день, 8 марта. Но 8 марта мы встречались с семьей, в общем-то, с родными. А сегодня все мои друзья, поэты, барды, родственники, какие пришли, вот решили отметить здесь, в библиотеке. В общем-то, будет небольшая презентация моей жизни. Какие-то номера будут, поздравления. Поэтому я волнуюсь, в общем-то, жду. В общем, думаю, хорошей будет компанией. И, в общем-то, приятный вечер будет. Анатолий Леонидович Столетов родился в Орехвозуево в многодетной семье. Всю свою жизнь трудился на благо родного города. Юбиляры я знаю очень давно, с тех пор, как пришел работать во Дворец культуры текстильщиков, где наш юбиляр был самым активным участником капеллы комсомолия. Я желаю, чтобы Анатолий был так же бодр, молод душой и так же стремился переделать весь мир, как он это делал много-много лет назад. Будучи краеведом, Анатолий Леонидович всерьез увлекся историей своего рода. Результатом его труда стало генеалогическое древо Столетовых на протяжении четырех веков. В архивах юбиляра бережно хранятся фотографии его предков. Семья для Анатолия Столетова, как и других представителей этой династии, основа всей его жизни. Это отмечали присутствующие на встрече его коллеги и друзья. Мы ото всей души, ото всех краеведов и от себя лично я поздравляю этого необыкновенного, незаурядного человека, полного оптимизма, энергии. Пусть это все в нем так и сохранится на долгие годы. Я еще желаю, чтобы любовь, которую они пронесли с самого начала, познакомившись с комсомолией, пронесли ее в течение всей своей жизни. Потому что для меня Зина и Толя, они тогда еще были совсем молодыми. Пусть они живут и радуют нас и своим творчеством, и своим присутствием везде и всюду. Счастья вам, здоровья, мои дорогие, всего хорошего. Несмотря на свой возраст, Анатолий Леонидович продолжает принимать активное участие в жизни Орехова-Зуева и всего Подмосковья, за что в прошлом году был удостоен премию губернатора Московской области.